Я Андрей Тажных. Помню ли я свое первое стихотворение? Да, помню. Оно было где-то в детстве. И называлось «Ручеек». Первую строчку мне тогда помогла написать. Мы написали ее с бабушкой. Она, можно сказать, так вот направила, подтолкнула к этому делу. Ну а дальше я его уже продолжил сам. Оно состояло всего из шести строчек. «Ручеек» — «Мой дружок». Ну а более уже таким серьезной стихией я уже стал писать, когда стал ходить на лито. Насчет того, как появляются стихи, они появляются спонтанно. То есть они… Ну можно сравнить, вот как иногда выдерживают вино. И оно вот, если его выдерживаешь, ну вкус такой приобретает более лучший, что ли. Вот так. Что касаемо определения счастья. Счастье, мне кажется, это движение на пути к реализации в творчестве и личной жизни. Вот. И я себя чувствую скорее счастливым. Изданной книги стихов у меня нет. У меня есть только публикация в сборнике. Ну вот, в частности, Графоман. У меня отношение к изданию. Я, например, не хочу печататься там за деньги. Как бы это возможно. Я хочу, чтобы у издателя появилась потребность в напечатывании моих стихов. Вот. Что касается любимых поэтов, ну если из классиков, то это Блок. Наверное, немалую роль в этом сыграло то, что я был в Петербурге, посетил музей квартиру его, ну меня очень зацепило там, вообще очень атмосферно. Вот. Борис Пастернак нравится. Особенно из-за его стихотворения импровизация. Ну, из уральских поэтов мне нравится Виталий Кальпиди, Янис Гранц, Ирина Аргутина. Что касается того, является ли Челябинском город поэтов, у меня вообще видение здесь такое, я мечтаю, точнее, что Челябинск это будет творческая столица России. Я искренне так считаю. Вот. И тут, то есть, это должен быть и город поэтов, и город писателей, и город художников, и город музыкантов, вообще людей, мыслящих творчески. Вот это, ну, это такой вот идеал, которому я буду стараться стремиться. вот. Вот. Хочется ли попытать счастье в другом месте? Ну, на данный момент мне Челябинск нравится. Вот. Лучше просто куда-то выезжать, путешествовать, если есть эта возможность. Вот, как-то так. и прочитать. А озвучивать надо? Ну, да. Ага. Ну, в смысле название. Да. Первое стихотворение я прочитаю. «Сестра природа». О чем грустишь, сестра природа? Какую песню ты поешь? Рассыпана по небу сода, и землю колет белый еж. Речное яблоко разлито, шуршит неона кожурой, и хмарь бензинная сквозь сито кадит, кадит воздушный слой. Вот город в реверсе разгонит дистанцию машинной роли, и ночь огнями пересолит, как лик станочные пиноли. О чем грустишь, сестра природа? В каком пространстве ты живешь? Здесь от заката до восхода тебе смотреть чужой чертеж. Еще я хотел прочитать стыкотворение «Отчего пылятся зимы?» Отчего пылятся зимы? Отчего сидею я? То ли ветер скок сахима, то ли нервы бытия, жизнь в промышленной спирали, задымится по кривой ржавчина сосны березы? В белой колющей повязке по коре пойдут расчесы, мысли в хвойной перетряске. А нужны ли эти зимы спорят запад и восток? Только кроны уносимы в загазованный поток. Ещё мне хотелось бы прочитать стихотворение «На рабочем ходу». Осознать на рабочем ходу заторможенность собственных сил, оживиться в сосновом бару, где твой лик непосредственно мил, где сосна энергетик стихов ускоряет желание жить на подаче сосновых боков, время втянуто в новую нить, и по ней меж событий людей, жить с тобой в тесноте и ладу, многогранность челябинских дней осознать на рабочем ходу. Следующее стихотворение «Если вдруг забудешь море». Я его посвятил, считаю, достойному вокалисту Владиславу Негоматьянову. «Если вдруг забудешь море, на котором будто не был, значит, осень в домажоре переливом шлет куплеты, вмиг затронешь сердце мамы и отзывчивой волной доберетесь до Анапы для нее такой одной, выйдешь с запершившим горлом, что ж, и рай не без проблем, мысль разбудишь микрофоном в звуках миллиарды тем, а начнешь тропой нелегкой через маты стычки боль, и пройдя у грани блеклой главную заслужишь роль. если вдруг забудешь море, на котором будто не был, вспомни берег на Авроре, где поют металловеды. также мне хотелось бы прочитать стихотворение, которое я посвятил своему отцу, он погиб в детстве, в три года. «Чтоб отец сказал, не знаю, только помню, в красно-черной куртке он, я попадаю в детство полное машин. На ковре ручная волга тянет листья за собой, папин голос ненадолго громче ворсовой реки. Дальше папа с мамой спорит, одевать ли мне колготки. Время к завтраку подходит кушать гречневую кашу. Что он говорит, не слышит заземленная душа, чтоб хранить оттока мысли и отца на Пасху ждать». Также мне хотелось бы прочитать одно из последних стихотворений «Сосновый бор». «Сосновый бор» диджей, играющий раздумья, в сопровождении с фортепиано, поддросший композитор взялся рьяно слагать симфонию просучья уральских гор. Мелодист бор в гармонии с самим собой, объят акцентом творческой челябы с промышленными ритмами. Здесь скрябен под звук и свет вселенский строй ведет курсор. Спасибо, бор, в потьмах сдвигаюсь с перепутья, иду со словом и фортепиано. Вдали звучит не поздно и не рано диджей, играющий раздумья улисьих нор. Ну и последнее стихотворение, которое я посвятил уже упоминавшимся Яне Сугранцу, Ирине Аргутиной и Виталию Кальпиде. День стиха сложен за окном, то ли речь пошла иным дождем, то ли трамваи простучали метро в Аргутинской тетради, пога размеченным листом неявен будущий проем. День стиха сложен за окном, сосновый бор вокруг не видим, однако вижу Якальпиде у сада с водным языком. День стиха сложен за окном, с рулетки будто бы Челябинск уральской фишкой окружен, азартом город поглощен, перечитает Гранца дом, автограф ставит взгляд читальный. На этом все. Спасибо. Спасибо.